Здравствуйте! Продолжаем наше видео химическое никелирование диэлектрик. Сейчас будем покрывать вот эту одноразовую ложку. Мы уже подготовили, сейчас вы увидите как она покроется. Помимо стекол можно покрывать и диэлектрикой спокойно. Если пластик вообще абсолютно глянцевый, то его даже не нужно лакировать. Вот мы имеем ложку покрытую. Работоспособность раствора никелирования очень легко проверить на стекле. Вам не надо ничего лаком покрывать, просто подготовили стекло, обезжирили и погружаете в этот раствор. Поверхность уже глянцевая сама по себе. Постепенно никель осаждается на стекло. В рюмку. Само изделие немного нужно двигать в сторону в сторону, как бы на производствах это штанги там с покачиванием. Или перемешивать нужно. Буквально минуты-полторы и мы получаем абсолютно покрытую как бы металлом рюмку. Адгезия к стеклу вообще сумасшедшими никелями. С лаковыми покрытиями немного сложнее, потому что эта технология идеально подходит для тех, кто занимается порошковой окраской. Чем жестче подложка, тем лучше никель за нее цепляется. Сейчас мы покажем, как на лаковых подложках делать. Вот лакированная поверхность. Это одна из тех ручек, которые мы уже показывали. Одну специально оставили для этого видео. Сейчас будем ее покрывать. На том видео была поверхность плохо подготовлена, поторопились. Вот смотрите какая ручка. Полностью покрыта. Надо немного нарастить, чтобы потолще был слой никеля. Достаточно. Видите, поверхность полностью покрылась, была лакированная. Нигде ничего не осталось, никаких там проплешин. Ручка готова. Мы его сполосим, высушим. Вот еще одна деталь покрыта лаком. Сейчас мы ее будем никелировать. Статуэтка Буды. Постепенно никель осаждается. Постепенно никель осаждается. Будем золотом покрывать. Сейчас она уже вот такая. У нас два варианта. Или мы будем трибогальванькой, или в растворе иммерсионным золотом покроем. Это вот лакированная поверхность. Вот такой Буды. Также хочу сказать, что на лакированной поверхности никель ложится вообще без проблем. Если их правильно подготовить. Вот пластик, который покрыт лаком. Здесь очень многое похоже как на серебрение. Поверхность должна быть глянцевой. Тогда проблем не будет. Получите зеркало. Видим как никель потихоньку садится. Это обыкновенный лак. И чем он жестче, тем лучше сцепление с этим лаком и никелем. Видите, покрыли. Точно также можно любую деталь покрыть лаком. И осадить на нее никель. Обыкновенный пластик. Покрытый лаком. В следующем видео. В следующем видео мы будем показывать никелирование. Химическое. Но не диэлектриков, а металлов. Вот этот кортик будем делать. Он покрыт латунью. Точнее не покрыт. Он сделан. Это латунь. Тут два разноровных металла. Это сталь, которая кстати ржавеет. Если плохо за ним смотреть. И латунь. Мы покроем никелем все латунные детали. И сам клинок. А потом, чтобы вид был более-менее похож на настоящий. Мы покроем золото. Кортик это такой древний. Еще герб союза советских социалистических республик. Он кстати был покрыт каким-то лаком. Типа катафорезного. Но вот на подвесках этот лак уже давно отлетел. И в некоторых местах тоже отлетел. Поэтому латунь со временем тускнела. Это уже мы его отполировали. Потом посмотрим что у нас получится. Это разнородные металлы. Сталь. Видите. Сталь магнитится. А латунь нет. Это уже будет в следующем видео. Химическое никелирование металлов. Всего доброго. До скорых встреч. Кого заинтересовала технология химического никелирования. Обращайтесь. Мы продаем все рецептуры. Полностью технологию. Цена скажу вам просто символическая. Всего доброго. До скорых встреч. Продолжаем видео покрытие металлом. Теперь уже не диэлектрики, а металлы. Сейчас мы этот клинок опустим в этот раствор. Чтобы на него сел слой никеля. Это черные металлы. Это цветные. Тут зажигалка зипа. Еще от какой-то зажигалки. Мы их тоже будем сейчас покрывать. Видим, уже процесс пошел. Чтобы где-то не держать, мы его подвесим. Вот так. Пускай лежит. Это вот от кортика латунь. Мы ее тоже покроем. Видите, уже зажигалка зипа, которая была. На ней написано что-то память о Сибири. Человек попросил покрыть, уже покрылась. То есть, для покрытия металлов не нужна ни сенсибилизация, ни активация. Металлы нужно просто отполировать, декопировать и погрузить в раствор химникеля. Вот уже, как видим, что произошло. Надо дать выдержку минуты три, чтобы нормальный слой нарастился. Идет небольшое газовыделение, водород выделяется. Клинок он был отполирован, поэтому может быть и не видно, что он никелем покрыт. Вот зажигалка зипа уже полностью покрылась. Так же, как и элементы кортика. Покрыли мы латунь никелем. Элементы кортика, сам клинок покрыли. С остальными зажигалками. Следующий этап у нас будет золочение. Д Bew 아니라, стикбекина под criticкой и смотрите времена. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...